В тихом небе над городом нависли темные облака. Мрачные тучи собирались вместе, готовясь пролить дождь на землю. Вдалеке, за горизонтом, молнии зорницами пронзали небо, озаряя его своим ярким светом. Внутри одного из облаков, недалеко от его середины, находилась маленькая капля дождя. Она смотрела вниз, на землю, и мечтала о том, чтобы попасть туда. Капля была полна жизни и энергии, и она желала испытать все, что мир может предложить. С каждой секундой облако приближалось к земле, и капля чувствовала, как ветер становится сильнее. Она начала вибрировать от волнения. Сердце капли билось быстрее, когда она поняла, что скоро ей предстоит исполнить свою мечту. И вот настал момент, капля, летящая вниз, приближалась к поверхности земли. Она чувствовала, как воздух становится все более влажным, и капля знала, что ее путешествие подходит к концу. Наконец, маленькая капля ударилась о землю. Она разбилась на более мелкие капли, которые стали падать вниз, образуя дождевой шлейф. Капельки разлетелись во все стороны, создавая прекрасное зрелище. Одна из капель, оказавшись на листе дерева, сияла ярким блеском. Она отражала свет молнии, которая вспыхнула в небе. Капля наслаждалась этим моментом и радовалась своей удаче. Вид сбоку позволял увидеть, как капли проникают в землю и питают растения. Они становились источником жизни для всего окружающего мира. С каждым ударом капли о землю, дождь становился сильнее и интенсивнее. Он превращал унылый город в оазис жизни и надежды. Люди, с радостью встречая дождь, выходили на улицы, чтобы ощутить его на своей коже и насладиться его прохладой. История дождя, молний и капель, летящих к земле, показывает нам, что даже самые маленькие вещи могут иметь огромное значение. Капля дождя, разбиваясь на мелкие капли, приносит жизнь и радость в мир. И мы должны ценить их, так же как и все остальное вокруг нас.